Приготовились, пошли! 9 лет, а как будто вчера, я иду в этих школьных дворах. Кроме 11-ти классников, скоро покинут школьные стены и те, кто окончил 9 классов. Именно к ним на репетицию мы отправились. Над сценарием работали две недели. Чтобы все прошло без сучка и задоринки, репетировать приходится в усиленном режиме. Мы репетируем каждый день, каждый с утра. Мы репетируем с утра и до вечера. А сколько всего ушло на подготовку этого праздника? Мы начинали репетировать после экзаменов. Последний экзамен закончился 9 июня, наверное, с 10 июня мы репетируем. Только в составе сводного хора участвуют все ученики. Остальные номера каждый класс готовил самостоятельно. Все же закончилось, теперь можно и отдохнуть, и гулять, и телевизор смотреть. Так, что у нас по телевизору идет? Всего в празднике примет участие порядка 150 учеников, и каждый из них внес свой вклад в подготовку выпускного вечера. Я прихожу, включаю телевизор, у нас танцуют, потом у нас будет программа «Наподобие пусть говорят». Я второстепенный персонаж, я включаю телевизор и просто сижу наблюдаю. Пока на репетиции не все идет гладко, то слова кто-нибудь перепутает. Мы продолжаем нашу звездную перимонию, доминацию, светло. Это читает Андрей. То забудут фонограмму включить. Раз, два, три, четыре. Но все как и положено, обязательно будет хорошо. Бальные танцы и театрализованные номера, выступления рок-группы и заранее отснятые скетчи. Праздник обещает быть веселым. Впрочем, учителя, которые также принимают участие в подготовке, признаются, что чувства смешанные. Это и радость, и грусть. Все вместе. Но больше, конечно, радости, потому что дети, которые выпускаются, они действительно многие прошли этот путь правильно, грамотно и честно. В этом году очень приятно, лично в моем классе, три отличника, что очень, в общем-то, радует и душу греет мне лично. От скучного вручения аттестатов также решили отказаться. Теперь каждый выпускник победитель в определенной номинации. Например, название, если троечникам, если лучше синица в руках, чем журавль в небе. Активистам школы мы решили сделать номинацию «Мы родины», чтобы сказку сделать былью. То есть вот такого плана. До торжественной церемонии вручения аттестатов остается всего два дня. И, судя по всему, она запомнится выпускникам так же, как и все школьные годы. Максим Козлов, Владимир Вижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.